Девушки отдыхают Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас очень хороший гость, который я хотел бы представить. Эли Дорфман, мессианский пастырь из Израиля, город Кармель. И вы знаете, это очень хорошая возможность для нас узнать, что же действительно происходит в Израиле. Многие верующие, которые находятся в диаспоре, особенно в мессианском служении, очень часто молятся и вообще всячески переживают за жизнь в Израиле. И иногда их руки опускаются, потому что они думают, ну где же, в общем-то, это мессианское служение? Там уже должно быть пробуждение. Мы столько молились. Эли, первый вопрос. Где пробуждение в Израиле? Что происходит в мессианских общинах? И что ты видишь своими глазами изнутри верующего человека, служителя? Ну, я бы, наверное, ответил таким образом, что, с одной стороны, есть большое пробуждение. С другой стороны, мы понимаем, что пробуждение – это не что-то, что придет одним большим взрывом. Но, как Ишуа говорил, это есть семя, Царство Божие посеяное в землю, и оно приходит постепенно. Вот, как бы, отвечая на первый момент, что уже пробуждение есть, я смотрю чисто по статистике и смотрю на нашу общину. Когда я уверовал в 96-м году, ну, было так, по статистике, примерно, мы никогда не знаем точности, ну, предполагали от 3 до 4 тысяч верующих евреев в Израиле. Всего лишь? Да, всего лишь. По всему Израилю? Да, по всему Израилю, да. То есть, сегодня цифры говорят от 15 до 20 тысяч. Это существенно. Это существенно, да. И действительно, смотря, вот, что происходит вокруг, да, ну, то есть, встречаемся какие-то пастырские большие служения, да, в Израиле, встречи, да, и ты вдруг узнаешь, а, и там есть община, и там община есть, и там… Мы говорим именно об общине, не о церкви, а именно община верующих евреев, которые… Смотри, окей. Ну, я скажу так, в Израиле, ну, это, наверное, известно, что такое больше разделение на общины и на церкви, оно, скажем так, больше в диаспоре, да. То есть, у нас в Израиле, я, ну, мало кто разделяет, я просто называю это слово община, или церковь для меня это… Синонимы. Синонимы, да. Ну, в принципе, так и есть. Поэтому я имею в виду, да, да, да. Конечно же, когда мы говорим на еврите, мы используем слово община, чтобы дать понять, что это не какой-то институт религиозный, это понятно, но внутри Израиля, как бы, да, я говорю о верующих людях, да. То есть, говоря о росте верующих в Мессию евреев. То есть, с точки зрения статистики, с точки зрения, что я вижу своими глазами, с точки зрения того, что я вижу на примере нашей общины «Живой Израиль», которая пастор Глеб Самбурский, который начал наше движение в 96-м году, он начал с домашней группы, с 5-ти человек. Сегодня мы насчитываем наше движение, то есть, именно «Живой Израиль» это, можно сказать, движение общин, движение церквей, то есть, по всему Израилю, здесь есть 15 общин и больше того. То есть, наша цель – это насаждать общины в разных городах. То уже, наверное, то мы уже насчитываем более, не знаю, около 700-800 человек. Но это существенно. С 5-ти до 800 человек. Да, да, это существенно, да, скажем так. Так, действительно, это большой рост, да. Если бы говорить реально, вот примерно, понятно, что очень сложно сказать точно, вот 800 человек, возьмем, ну, локально ваш круг, да, общение. Сколько из этих 800 человек, людей, которые покаялись непосредственно в Израиле, а сколько приехало из Алии? Ну, я думаю, что больше половины уверовало в Израиле. В Израиле. Ну, наше движение «Живой Израиль» достаточно уникальное тем, что, в принципе, основной рост произошел через служение наркоманам, алкоголькам, зависимым людям. То есть, до 2004 года у нас выросла община до, может быть, 130 человек. И вот такой, можно сказать, бум, толчок был. В 2004 году некоторые братья начали работу. Она, в принципе, существовала в других общинах тоже, но как-то Бог особенно благословил это наше движение. Особенно сильно работа и реабилитация была таким образом, что это не просто где-то там, вот, как часто происходит здесь, в СНГ, где-то в колхозе или где-то. То есть, именно мы начали в домах, то есть, это семейные такие дома, и в этих же домах была община. То есть, люди из общины приходили, видели этих людей, общались с ними. То есть, эти люди сразу, как бы, чувствовали любовь к Богу, они, как бы, сразу интегрировались в общину. И вот за счет этого огромное количество у нас сегодня, в общем-то, из, наверное, то есть, практически все пастера в наших общинах, это бывшие. Бывшие. Да, бывшие. То есть, можно сказать, я и еще некоторые братья, они, как бы, уже, то, что мы называем, нормативные люди, как бы. То есть, ну, так это Бог достаточно уникально сделал именно в нашем движении. И, ну, за счет, конечно, этих людей потом начали приходить их родственники и так далее. То есть, очень много людей. У вас есть программы созависимых людей? Вот и созависимыми. Я не сказал бы, что это какие-то специальные программы, да. То есть, ну, люди видят, когда Бог меняет жизнь людей, когда человек 20 лет кололся, был этим, приехал в Израиль, продолжил, а потом вдруг жизнь изменилась, то здесь не нужно, скажем так, программу. То есть, люди видят результаты, вот. Хотя, большое количество, именно вот интересно, в Кармеле, где, где я паста нашей местной общины, у нас именно, я бы сказал бы, большинство людей, ну, кто вот сейчас в общине, это те, кто приехали, то, что мы знаем, Улим Хадашин, то есть, евреи, которые вот уверовали, евреи, неевреи, которые уверовали в странах СНГ и переехали. То есть, верующие, которые присоединяются. Да, верующие, которые присоединяются. То есть, у нас, наоборот, как раз рост, хотя у нас есть и служение, многие люди уверовали на зависимые, но, я бы сказал бы так, община все равно больше выросла за счет людей, которые вот за последние буквально 2-3 года, община выросла до 6, больше 60 человек, именно за счет, ну, много очень много приборов. Скажи, пожалуйста, хорошо ли, когда верующие из диаспоры присоединяются к мессианской общине в Израиле? Почему, я спрашиваю, потому что здесь есть определенный образ того великого Израиля, такого кладезя, источника, мудрости и всего-всего-всего. И вот люди приезжают на землю обетованную и встречают Израиль, то есть, обычных людей и так далее. Как, насколько сложно или легко, как работается с верующими, которые приезжают в Израиль? Ну, я скажу так двояко. Двояко по следующей причине. Ну, во-первых, это всегда тяжело, когда, ну, скажу так, у каждого человека, каждый верующий приезжает, то есть, так сказать, со своими, назовем их, тараканами, да, или багажами, да, более красиво, да, багажами с разных динаминаций, с разных общин. И это естественно, я думаю, в любую страну, куда они приехали, скажем так, с уставом своего монастыря, и тут они вливаются в нечто другое, да, у нас не динаминационные общины, разные люди. И понятно, что каждый, когда пытается прийти в себя, понять, что здесь происходит, там, кто вы такие, не до конца понятно, так вы такие или сякие. И, короче, такой салат, и, конечно же, как бы это тяжело для многих людей. И, конечно же, мне очень часто было тяжело с верующими людьми, которые приезжали, да, потому что люди своим багажом, своими понятиями, и это часто намного сложнее перестроить людей, их мышление вообще там, нежели воспитывать новых людей, которые уверовали. То есть, честно скажу, для меня это часто проще, чтобы люди уверовали, их поднимать, чем они откуда-то приехали со своими проблемами и со своими, а с другой стороны, конечно же, я скажу, что их сила в том, что они прошли уже здесь определенный кризис, потому что я понимаю... То есть они верят не потому, что им сказали, а потому что они уверены. Ну, мы знаем, что Бог часто нас очищает через разные кризисы в жизни, да, если человек не прошел какой-то кризис веры, да, какое-то разочарование, да, какое-то опустошение, и через это смог подняться, то, скажем так, ему легче справиться с тем шоком, с теми, скажем так, трудностями, которые есть в Израиле, да. И вот Господь, ну, сейчас, например, приводит некоторых людей, которые действительно уже прошли свой кризис здесь, в СНГ, и приехали уже, скажем так, такие освященные, ну, то есть люди готовые, скажем так, уже к служению по-настоящему, не просто на словах. Потому что я всегда очень осторожен, когда люди мне звонят из СНГ, там, вот мы хотим к вам приехать. Я их пугаю, да, ну, то есть я, я люблю пугать людей, ну, не то, что люблю пугать, ну, считаю, это моя ответственность, предоставить людям всю картину, да, так сложно здесь. Потому что, ну, я сам уверовал в Израиле, и я не пережил вот этого сложности, но просто видя, как многие веровали здесь, в СНГ, и они приезжают в совсем другую культуру, совсем другую условие, и только они жили там, это не так, и так, как они двигались здесь, это не так, как они двигаются там. И я видел огромное число разочарованных людей верующих, которые, вроде бы, были сильные служители, но не смогли быстро перестроиться, или как-то это было сложно. Скажи, пожалуйста, Элли, что бы ты мог посоветовать людям, вот верующим, которые собираются сделать алию, и каким образом они могли бы подготовиться к тому, чтобы, ну, не потерять год, два, три, например, на такую адаптацию, а как-то, я понимаю, что в любом случае время нужно, чтобы прийти в себя, но тем не менее, чтобы максимально сократить этот период привыкания и максимально быть полезными для мессианских общин или общин, церквей в Израиле, чтобы люди, ну, как бы, что, к чему лучше подготовить, что надо сделать с собой? Не знаю, ну, если честно, я скажу, очень такой простой, самый практичный вещь, это изучить иврит. Иврит. Да. То есть, все начинается просто с языка. С языка. Не с духовных каких-то вещей. Ну, я считаю, что, ну, как ты можешь подготовиться? Можно поститься дней 40, так, несколько раз, можно молиться и держать пророчества, обетования, говорить, я еду, Израиль, держись. Нет, это все смешно, ну, это как бы, оно не работает. То есть, люди должны быть готовы к испытаниям, они должны быть готовы к серьезным, скажем так, к серьезной борьбе. Вот. Как я сказал, скажем так, так, если люди не прошли здесь каких-то испытаний, кризисов, то им будет очень тяжело, потому что это будет серьезный, возможно, кризис их веры, серьезные вещи, которые они не сталкивались там. Поэтому я не даю людям рецепты, потому что это у каждого свой путь перед Богом, каждый ходит перед Богом сам. Поэтому я бы сказал, самое практичное изучить иврит, потому что это даст возможность людям действительно быстрее интегрироваться, найти хорошую работу, вот, и как-то чувствовать себя, скажем так, лучше. Человеком. Человеком. Да, то есть я бы сказал бы так. Люди приезжают, некоторые, вот, хотел сразу пойти работать. Какая работа? То есть изучи язык, потому что без языка что ты сможешь? Ничего не работает. Ничего не работает, ты не сможешь не служить людям, не работать, ну, как бы, поэтому все очень просто. То есть можно быть прекрасным верующим из поколения в поколение, но попадая туда и не имея возможности поговорить с людьми на иврите, ты теряешь все свое преимущество и остаешься просто в пассивной стороне. Я встречал таких верующих, которые, вот они почему-то мигрировали, но вот не хотели учить иврит, не хотели учить язык, и все, и они же находили себя в каком-то кибуце, в каком-то таком узком гетто, таком вот. Ну, совершенно верно. Люди будут сидеть в русском гетто, как бы, но оно будет достаточно печально, потому что это, ты останешься, зароешься в своей, как бы... И жизнь складывается примерно таким образом. Когда-то давным-давно, я был пастырем, я был старшим служителем, вы бы знали, что я мог и как это все, но реальность, она вот как бы поправляет. Реальность совсем другая, да, и мы понимаем, что наша задача, продолжая, может быть, ответ даже на первый вопрос о развитии, мы понимаем, что, в общем-то, наша главная задача это подготовка следующего поколения, да, то есть Бог же действует, скажем так, стратегически, если можно так сказать, то есть я думаю, что действительно Россия, Украина, вот это было очень важно и продолжает играть стратегическую роль в подготовке верующих, которые приедут в Израиль, но именно, скажем так, уже смотря на следующее поколение, потому что следующее поколение это то поколение наших детей, которое уже будет на еврите говорить и будет проповедовать это будет уже без советского прошлого, без советского прошлого, это будет израильская культура, они смогут спокойно в этой израильской, еврейской культуре проповедовать израильтянам на еврите, это будет как бы естественно, вот, потому что, конечно же, сейчас тело Мессии растет, но, конечно, все равно 70-80% это русскоговорящие, то есть, хотя я знаю многих израильтян, которые уверовали в Иешуа, но это сложнее намного, чем русскоговорящие, вот, поэтому, конечно же, и мы стараемся и понимаем, что наша главная, ну, ударение и это это молодежь это это следующее поколение которое мы называем это бомбой замедлительного действия действия это и есть бомба что они это правда это правда вот если говорить о вашем общении кругу вашем общении скажи сколько примерно молодежи вот ну давай мы условно определим до 35 лет до какой процент примерно можно было бы сказать вот у нас есть молодежь и это сколько может быть вообще в нашем движении живой dragons да я понимаю что зависть израиль сложная у нас немного на solid в нашем движении так много настолько сейчас начинается молодежное служение просто по той причине как я сказал многие кто веровали у нас это зависимые только сейчас вы нас сотню было больше чем 100 свадьбы только часто рождаются дети да вот поэтому если мы горю конкретно нашим желаю понимаю то есть есть подростки понятно не все там зависимые но Но мы только вот в этом году сделали первый лагерь, за то, что 20 лет живого в Израиле, мы первый раз сделали лагерь подростковый. Ну, потому что пришло время к этому, да. Созрели. Созрели. Ну, именно наша община, наше движение. Поэтому мы сейчас только начинаем двигаться в этом направлении, поэтому тяжело сейчас даже говорить о процентах немного. Но это вопрос, ну, дети растут быстро, поэтому к этому надо готовиться. Хорошо. Если мы говорим о людях, которые сделали алию, о том, что это, ну, скажем так, неоднозначно. Все, да, когда они приезжают вообще, но ты никогда не знаешь, что ожидать от этого человека. Тем не менее, ощущаете ли вы связь с телом Мессии, в частности, вот в постсоветском пространстве? Достаточно сильно, да. То есть я благодарен Богу, то есть я понимаю, что Бог в 90-е годы, начав здесь пробуждение, которое продолжается и действие, то есть это была как бы волна, которую он уже собирался дальше послать через это на Израиль, потому что я понимаю, я сам уверовал, то есть через человека, который уверовал в Киеве, да. Вот. Я знаю, что, то есть, опять же, те, кто вот уверовал, то есть много приезжают к нам верующих послужить со стороны СНГ. И вот буквально, вот мы, например, у нас нет опыта с детьми, с подростками, да, и вот буквально этим летом приезжала сестра, просто, ну, послужила с Киева, то есть она с общиной одной из верующих, которые, которые у нас, к нам приехали, и вот, и мы думаем, ну, у нас никого нет опытом, да, и вот она приехала на две недели, там опытный уже служитель, все круто и научила наших служителей, я думаю, еще вернется. Вот. Ну, это только один из примеров, действительно, скажем так, вот такого хорошего сотрудничества. Вот. Я знаю, что многие общины тоже есть большой достаточно обмен, когда люди приезжают, служат. Это созидает? Очень сильно созидает. Это достаточно сильное служение, да. Я знаю, что вот тоже наши дома революционные, теплые дома приезжают люди, то есть многие. Особенно вот это служение наше, оно интересно, потому что оно такое очень практичное, то есть люди могут буквально вот посреди... Применить это сразу же. И люди приезжают и говорят, вот, меня спрашивают, вот мы хотим к вам приехать, что делать? Раньше, например, люди говорили, мы хотим к вам приехать, там будем проповедовать у вас. Я говорю, ну, нам не нужно, чтобы вы приезжали проповедовать, да. Ну, то есть мы не выходим с плакатами, скажем так, как наша обычно проповедь, это через дружбу, какие-то поездки, то есть там строить церкви, там тоже, ну, то есть, как бы, что практично делать. А тут вот у нас есть многие люди, вот я буквально был сейчас там в Питере, и оттуда, вот, например, там, сестры класса, мы всегда молились за Израиль, мечтали, тоже в мессианском служении, а тут вот у нас теплые дома, просто приезжайте, живите и служите этим людям, вот, которые только пришли к Богу. Вот они есть, то есть нужно верующие люди, которые бы просто пришли и служили бы людям, как бы. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы можете увидеть, что Израиль не однозначная страна. Есть огромные прорывы, есть действительно большие достижения и есть сложности. Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто молится за Израиль. Не опускайте ваши руки. Возможно, вы никогда не выучите иврит, возможно, вы никогда туда не уедете, но, поверьте, ваше служение, оно найдет свое отражение в поместных общинах там в Израиле. Как говорил Эли, буквально недавно была небольшая группа людей, несколько человек по всему Израилю. Их можно было собрать всех вместе, и это было бы очень мало. Но теперь оно растет. И вы знаете, пройдет еще 10 лет, 20, 30 лет, и мессианское служение, оно вырастет, потому что в этом есть Божье сердце, Божье обетование и Божье благословение. И у вас есть возможность быть частью этого благословения. Пускай Господь вас обильно в этом благословит. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да прийдет царствие Твое, Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, Подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, Но избавь нас от руководства. Ибо Твое есть царствие, И сила, И слава Во веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok